Сегодня 1 декабря 2020 года, помилуйся Аллаху Субханава Тааля, Благодарю Всевышнего Аллаха Субханава Тааля, который позволил и облегчил путь сюда. Как видите, народу вообще нету, пока сюда еще не пускают так, только по пропускам. Как говорится, есть такая поговорка, знаете, имеем, не ценим, теряем, плачем. Поэтому, как, Субханава Тааля, в то время, когда Аллах Субханава Тааля давал возможность сюда приезжать, может быть, не так мы ценили это. Сейчас, амхамдуллах, когда нету возможности сюда приехать и заехать, зайти, посетить Каабу, мы еще больше начинаем это ценить. Поэтому прошу Аллаху Субханава Тааля, Бисмилаллаху Акбар Прошу Всевышнего Аллаха Субханава Тааля, чтобы принял от нас наше поклонение, чтобы Аллах Субханава Тааля был доволен нами. Всеми мусульман России, для всех мусульман России, все мусульман мира, чтобы Аллах Субханава Тааля дал баракат, защитил, защитил, иншаллах, от всех болезней, которые сейчас, коронавирус и другие болезни, чтобы Аллах Субханава Тааля дал благодать и стойкости на его пути. Самое, что большое может попросить раб Аллаха, от Всевышнего Аллаха Субханава Тааля, это стойкость на его религии. Просим Аллаха Субханава Тааля, чтобы он укрепил нас на его религии. Как спросили Аиша Радаллаху Анха, супругу посланника Аллаха Салаллаху Алейхи Вассалам, «Ма кена аксара дуа аннаби Салаллаху Алейхи Вассалам?» Какой больше всего дуа пророк Мухаммад Салаллаху Алейхи Вассалам просил, на что она ответила, «Кен аксара я дуу Аллаху мая му каллибал кулуб, саббит калби аля динь». Больше всего он просил, «О Аллах, о переворачивающие сердца людей, укрепи мое сердце твоей религии». И тогда Аиша Радаллаху Анха, умуль му'минин, спросила посланника Аллаха Салаллаху Алейхи Вассалам, «Ты за тебя боишься, у посланника Аллаха?» То есть, Аллах, твое сердце не укрепит на религии. То есть, если твое сердце Аллах не укрепит на религии, тогда чье сердце Аллах укрепит на своей религии? На что он ответил ей? «Откуда тебе дано знать, о Аиша?» Поистине сердца людей, рабов Аллаха, в руках Всевышнего Аллаха Субханава Тааля, и переворачивают, он их так, как пожелает. Поэтому просим Аллаха Субханава Тааля, чтобы укрепил нас на его религии, чтобы до последнего вздоха мы говорили «Ля Иллахи Иллаху Мухаммада Расулу Аллах», и чтобы последние наши слова все были в этой жизни. «Ля Иллахи Иллаху» «То, у кого были последние слова «Ля Иллахи Иллаху» он зайдет в рай и сказал посланник Аллаха, Салаллаху Алейхи Вассалам, берегите себя близких, да Аллах Субханава Таалям, всем баракат, وصل Аллаху Аль на Би-На Мухаммад, и на али, 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 и на али! Саламу Алейкум, ва рахматул Лахи и бра-катур.